закрыть лицо квадратиками если вы монтируете большое видео вам необходимо разбить точно людей по папкам подписать их для более удобного поиска то конечно эта функция очень полезна от тик тока до полноценного кино всем привет это михаил кобзай про лнтв сегодня поговорим опять про davinci резолф и применение его в новостях вроде бы есть много монтажек ну вы их знаете конечно же все они удобные все они служат единственной целью нарезать материал от титровать его и выдать в эфир но davinci резолф отличается сильно от всех потому что в нем собраны все инструменты для работы над материалом аудио-видео звуком графикой цветокоррекцией и сейчас уже вышла версия 17 davinci это бета-версия 8 релиз уже вышел несмотря на то что davinci вроде бы представляется до сих пор в голове всех пользователей компьютера и камер как система цветокоррекции это далеко не так ней можно делать материал любого разрешения любого качества для любых собственно целей от тик тока до полноценного кино и сегодня вам покажу очередной этап использования davinci резолф студию именно в новостях вы узнаете такой термин как бзшк посмотрите как можно закрыть лицо квадратиками достаточно оперативно замазать рекламу оперативно исправить баланс белого в кадре и в общем много еще чего то что необходимо производстве оперативных продуктов а именно новостей сюжет про детские сады у нас уже готов и давайте посмотрим что у нас еще есть давайте наверное приступим к аварийным перекресткам но до этого сделаем небольшую bz bz это профессиональный жаргон что означает без закадрового текста материал который идет в студии без озвучки ведущего точнее он монтируется без озвучки а в студии идет как раз озвучкой давайте вам это продемонстрируем это готовый выпуск новостей сейчас немного промотаем и вот где-то здесь будет студия обратите внимание что ведущий говорит подводку то есть перед сюжетом небольшой кусок текста и потом продолжает читать поверх него идет видеоряд до конца января в преамури поступит более 13 тысяч доз вакцины от ковид 19 еще 33 с половиной тысячи доставят в регион феврале по информации регионального министерства здравоохранения в общей сложности при амуре уже получила почти 15 тысяч доз вакцины вот так это выглядит достаточно просто очень сильно экономит время при производстве новостей потому что не надо делать сюжет полноценный то есть не надо озвучивать его заранее сверху ставить видеоряд какой-то достаточно запустить это видео поверх прямого эфира студии поверх картинки ведущего современные серверы это очень успешно делают одной кнопкой буквально все это стоит программе автоматизации вещания и все и теперь посмотрим как быстро собрать вот этот самый видеоряд так называемую bz переходим в папку охотоведы смотрим видеоряд видео ряда достаточно это было явно командировка до хороший видеоряд лес снег и даже есть синхроны когда человек что-то говорит чему в этом году здесь проводится видеоряд можно использовать как для сюжета так и для bz и для архива и в принципе для всего чего угодно то что снято обязательно пригодится давайте представим что у нас буквально 20 секунд материала необходимо взять и сделать из этого bz переносим все вот сюда выделяем все файлы и помещаем их в отдельный бин в отдельную папку сразу называем охота виды bz bz это без закадрового текста опять же повторюсь и выберем какой-нибудь кусочек и сделаем из него собственно линейку все линейка у нас готова и уже можно открыть по умолчанию она открывается в edit но мы перейдем в кат и допустим нам сюда необходимо набрать но в секунд предположим 20 видеоряда пусть даже 30 перейдем в режим source type и посмотрим на нашу всю линейку где выстроены все съемочные кадры сразу звук у нас уже от рендерился прорисовался по нему удобно ориентироваться вот это явно синхрон большие кусочки это в принципе всегда какой-то лайф там или там тот момент где человек говорит маршруту каждый день обратить внимание сейчас нажал кнопку play здесь еще есть странная такая play называется fast review давайте нажмем на ней посмотрим что же она делает вы наверно увидели что кадры проигрываются с разной скоростью эта кнопка эта функция программы davinci нужна для того чтобы быстро просматривать материалы длинные материалы идут с повышенной скоростью чтобы понять что там происходит короткие файлы идут практически с нормальной скоростью сейчас я поставлю курсор на начало короткого файла хорошо незначительно ускорился и сейчас пойдет короткий кусочек потом длинный кусок с при помощи этого инструмента можно очень быстро просмотреть весь материал включая конечно же тайм-код но и выбрать его здесь кнопками in out как всегда нас интересует видеоряд текста ведущего пока нет но примерно понятно о чем там речь про охотоведов про их нелегкий труд первый кадр на как машина едет да здесь есть быстрые кнопки добавления на timeline append и все и ряд сразу появляется давайте еще немного машина едет машина едет можно ускорить процесс если выбрать кадр выбрать начало конец давайте допустим вот как они уже приехали идет пар красивые нажмем f10 и у нас клип добавляется сразу на линейку как немного отличается от монтажки это более простая версия при помощи и очень удобно накидывать как раз такие вот материалы для оперативной сборки здесь есть линейка основная и линейка наверху которая включает себя вид всех кадров в данном случае их 3 мы можем по ним пробежаться быстро зума здесь нет поэтому стоит ориентироваться на верхнюю линейку для того чтобы понимать сколько у нас кадров посмотрим по хронометражу около 16 секунд давайте еще добавим парочку кадров охотовед что-то ищет опять же кнопка f10 все добавляется сама ничего не надо нажимать дополнительно он рассматривает следы пусть следы будут вот эти да да следы еще раз и в 10 24 секунды набрали и какой-то общий план такой интересный красивый допустим вот здесь но он не совсем живой если это панорама нет ни панорама речь идет про природу хотелось бы конечно здесь какой-нибудь панорамки но ее что-то нет но пусть она возле пусть тогда пойдет вот в эту сторону и закончим каким-нибудь еще кадром просто природы хорошо вот вот этот наверно кадр стоит до поставить до предыдущий тогда уберем просто кнопкой бэкспейс или делит тут собственно неважно получилось 32 секунды теперь можно это быстренько прослушать в общем туда видеоряд понятен все понятно охотоведы работают момент такой если нам нужны клипы с одинаковой длительностью то есть прекрасный инструмент который называется boring detector вот он так вот работает интересно здесь у нас настройки boring clips если у нас клип больше 3 там 10 секунд ну допустим пяти до поставим 5 то система сразу нам покажет на верхней линейке превышение длины этих клипов то есть если у нас задача стоит допустим нарезать аккуратно видео ряд по три секунды каждый кусочек то мы можем воспользоваться этой функции все режется все здесь примагничивается так скажем как бы это грубо не звучало но да раз и все в итоге у нас недобор 28 секунд давайте какой-нибудь красивый кадр еще найдем это у нас было это у нас было пусть будет с этого ракурса может это не совсем монтажно но тем не менее 32 секунды все оставляем дальше момент очень важный у нас есть звук в этих всех клипах это интершум мы выделяем все клипы и что мы делаем здесь есть инспектор наконец-то прошлой версии его не было он был скрыт вот здесь в этом меню теперь его отсюда нет не убрали но тем не менее мне удобнее пользоваться вот этим инспектором вкладка аудио и мы понижаем уровень громкости на минус примерно 20 децибел и слушаем что у нас получилось да есть небольшой интершум то достаточно тихое место все таки поэтому я думаю этого будет достаточно вполне себе нормально все инспектор можно закрыть и теперь нам надо быстро этот клип выдать наружу то есть отрендерить его превратить в один файл есть у нас вкладка деливер конечно но в этом инструменте есть еще quick экспорт очень полезная функция которая позволяет моментально экспортировать отсюда видео безо всяких настроек то есть вы предварительно ставите свою настройку либо используете стандартную даже есть для твиттера вот full hd 50 кадров в секунду 264 экспорт выбираем файл хотаве dbz все автоматически он рендерится безо всяких вопросов без дополнительных настроек показывает нам процесс сам около 30 секунд на все это видео после этого мы это видео отправляем в система автоматизации вещания или куда-то еще и все процесс завершён теперь перейдем к монтажу сюжета про аварийные перекрестки давайте сразу сделаю бин аварийные перекрестки перейдем в папку и мы видим здесь две папки снято это было значит разными операторами либо в разные дни но скорее всего было две съемки потому что по цвету кадры в общем то совпадают да это морозное солнце ведущий ничего страшного можно выбрать эти две папки и попробуем их добавить в бинда они все добавились сразу все кадры из двух папок мы видим ведущего давайте его сразу разнесем отдельно кстати здесь он где-то еще был 12 кадра да как и в прошлом сюжете мы сделаем отдельную отдельный бинт за него ведущий да и еще посмотрим на эту папку здесь есть говорящие люди различные вот на улице прохожие водитель и пожалуй все до их тоже отнесем отдельный бин чтобы было удобно потом искать люди интересная функция здесь есть кстати как раз в да винчи резов можно распознать этих людей давайте посмотрим как это работает интеллектуальная функция она видит человека его лицо и потом определяет кто это такой и группирует их по клипам по группам но здесь люди все разные поэтому группировок будет наверное ровно столько сколько здесь людей или клипов давайте посмотрим у нас открылось окно здесь мы видим людей и даже девушку с рекламы судя по всему персоны 1234 до винчи прекрасно их определяет в данном случае нам эта функция не нужна просто я показал что вот она есть и smart бинах у нас как раз появились вот эти вот отдельные люди если вы монтируете какую-то большое видео на свадьбе на какой-то вечеринке на концерте вам необходимо разбить точно людей по папкам подписать их для более удобного поиска то конечно эта функция очень полезна в данном случае я вот и просто так показал давайте посмотрим еще на видеоряд в общем то здесь ничего такого особенного нет звук у нас лежит где-то здесь до аварийные перекрестки все правильно или другие пересечения дорог города это ходов так и для транспорта так и для транспорта до звук тоже как уже и в прошлом сюжете он записан студии чистить его особо не нужно давайте теперь сделаем еще один таймлайн и назовем его перекрестки таймлайн готов открываем выйдет вкладки и смотрим на наш звук как всегда помните что необходимо разделять дорожки звук лучше ставить на третью дорожку пожалуй на 2 у нас будут синхронные то есть говорящие люди и на первой дорожке у нас будет видеоряд так гораздо удобнее работать со звуком сначала мы отрезали в этот список папа для транспорта для транспорта да давайте я быстро пробегусь по звуку посмотрю что здесь как есть вздохи можно убрать напомню что delete убирает материал и сдвигает клипы кнопка backspace не сдвигает клипы и вначале здесь еще вздох был кнопками вправо влево можно аккуратно подвинуть наш playhead наш курсор при работе трехфазных светофор благовещенский установлен чтобы снизить аварийность некоторых тут люди люди и еще один кусочек можно подрезать его в начале посмотрим начало конец для пешехода для пешехода в принципе здесь если у вас есть опыт монтажа то вы сразу видите какие кусочки хорошие какие не очень и пошли еще 11 руслан козловский меха кроме пяти мест концы руслан козлов здесь явно перечитана да вот этот кусок нам не нужен и конец мы подрежем просто сдвинув край и это мы да можно было нажать delete а вот здесь бэкспейс это промежуточные звуки между кадрами сдвинем все сюда возьмем первый кусочек посмотрим с чего у нас там начинается сюжет в этот список попали и другие пересечения дорог да но лучше конечно начать со структуры сюжета то есть мы ставим озвочку и потом ставим сюда синхронный либо ведущего если это вначале у нас есть сценарий как раз начало руслан козловский двенадцать пятьдесят один шестнадцать тридцать шесть давайте найдем файл запрошу животное перекрестивший кузовский азейская произошло это тп это четыре столкновения и один наезд на велосипедиста из-за частных и обратительных аварии поэтому 2020 года этот участок признали одним из говорений ну вот в принципе да мы нашли начало линейку можем немного поджать для того чтобы было побольше места какой бы не был большой монитор все равно места как правило не хватает и берем опять этот кусок да вот файл который мы выделили выделение осталось аудио без видео ведь видео без аудио нам не нужно поэтому просто перетягиваем на вторую линейку где у нас также посмотрим кстати на звук может быть я поторопился еще да надо до этого сделать вот так выделить все клипы нажать свойства клипов и после этого выбрать звук первый канал это у нас микрофон я надеюсь дтп да так звук гораздо чище и даже таймлайн посмотрите на вей форма его стало гораздо лучше за прошедший год на перекрыт уровень конечно немного большой поэтому его немного снизим за прошедший год на перекрыт здесь на небольшую паузу сделать это четыре столкновения и один наезд на велосипедиста из-за частных и однотипных аварий по итогам 2020 года этот участок признали одним из аварийных одним из аварийных так хорошо дальше у нас как для пешеходов так или транспорта в этот спит так и для транспорта да это у нас был конец и дальше мы смотрим кто там по-моему дальше люди пойдут максим салагуб это у нас людям это у нас файл 1297 человек в машине 730 вот прям тайм-код он вот здесь можно кстати здесь еще отобразить тайм-код увидим где человек начинает говорить внутри обрезаем кстати говоря не забываем про звук также дублируем каналы да так гораздо приятнее даже на линейке но три года три года назад помню попал дтп на перекрытых оказывается студенческое игнатическое шоссе тогда еще не было трехфазового стопора помню ехал прямо с разрешенным установки перекрытых перекрытых 3642 ну такой большой кусочек но в принципе это нормально совершенно посмотрим у нас да здесь у нас корреспондент и здесь у нас как раз человек посмотрим паузу между ними и транспорта небольшой оставляем три года назад помню попал по уровню можно немного прижать хотя можно было и оставить и стало гораздо безопаснее на этом перекрестке при раб и небольшую паузу здесь смотрим что у нас дальше там еще люди говорят да идут люди автомобили по одной из улиц и только потом идут люди до идут люди здесь еще люди как раз вот эти вот люди на улице как раз пешеходы мы опросили водителя теперь с другой стороны у нас пешеходы 1261 кадр 1427 1928 мне кажется так удобнее ну у меня как водителю удобно а как пешеход звук надо чтобы работал не всегда звук работает вот так вот это у нас первый кусочек по уровню как видите с водителем очень близко все после установки мне и теле удобно нормально это можно поправить попозже второй кусок у нас 1263 кадр тайм-код 805 1815 мне не нравится при нашей нагруженности до 1818 1815 да наверно вот здесь лучший вариант лучший вариант их можно ставить стык хотя здесь один смотрит в одну сторону другую в другую для новостей это вполне нормально и перебивок между ними естественно делать не надо титры тоже на них ставить не надо это обычные люди с улицы детства здесь в конце можно сделать небольшой аудио фейт чтобы не так резко этот звук проходил на следующий клип но наверное может быть это даже излишне и третий кусочек у нас 1264 3105 3505 это безопасно только было бы побольше времени для перехода было бы хорошо здесь начал он подрезать это безопасно это безопасно вот здесь как раз можно фейтинг сделать безопасно еще немного даже добавить видео вначале это безопасно отлично получилось удаляем пробел смотрим два клипа вместе лучший вариант это безопасно только было бы побольше времени для перехода было бы хорошо супер все стало на место теперь дальше смотрим всего ну принципе все остальные кадры они просто написаны кусочками поэтому их можно вместе склеить возможно были какие-то планы вначале поставить там еще интервью синхронные но мы обойдемся без этого кстати говоря давайте-ка сдвинем на вторую дорожку наши все интервью и говорящих людей и как раз займемся 1 непосредственно видео рядом одним из аварийных в этот список попали и другие что нам надо сделать опять же обратите внимание на интерфейс здесь есть такая небольшая кнопка называется экспант и она разворачивает нам клипы полностью сверху донизу так скажем и помимо этого мы еще можем убрать наш медиапул вот нет не этой кнопкой вот здесь до бен лист папки мы можем спрятать и тогда у нас появляется еще больше пространства если у вас нет рого монитора вам необходимо много места то мы можем его очистить убрать микшер убрать инспектор тогда появляется два окна и работать непосредственно с монтажом то есть этот весь интерфейс он очень хорошо кастомизируется давайте начнем набирать кадры но до этого мы послушаем звук и посмотрим что у нас со звуком одном канале давайте посмотрим в каком канале да очень громкий звук идем в атрибуты попробуем сдублировать первый канал нет первый это микрофон как я и говорил поэтому мы выделяем все видео файлы смысл особо нет выделять все подряд поэтому выделяем весь видеоряд и дублируем теперь второй канал у нас получается звук сразу в двух каналов это у нас пушка которая закоплена на камере ну допустим какой-то любой кадру у нас пойдет начали париных в этот список попали другие пересечения дорог города пересечения дорог города пересечения дорог у нас пойдут ну допустим вот пересечения дорог обратите внимание какой у нас уровень звука поэтому мы еще раз вызываем наш микшер и делаем где-то минус минус 15 децибел наверное в этот список нет даже больше минус 25 поле и другие пересечения до минус 30 я думаю достаточно дорог города это районок да вполне подрезаем начало обязательно конец видео как помните оператор снимает не идеального начале в конце камера всегда трясется в этот список попали и другие пересечения дорог города это районок от хватит этого кадра он такой мертвый там ничего не двигается по поводу географии я здесь ничего не могу сказать где это все находится поэтому будем ориентироваться на перекрестке ну вот допустим перекресток того развязки по улице театральная участвов студенческая от промышленной до гнатьевского шоссе еще что-нибудь так у нас просто дорога вот вот это вот развязка явно какая-то большая промышленная до гнатьевского шоссе перекресток улиц институтская студенческая а также 50 лет октября и еще нам не хватает видеоряда ну допустим он видно что это развязка и текстильная за прошлый год здесь случилось 13 аварий в их числе и 7 наездов на пеших здесь уже просится пешеходы здесь пешеходы наверное не ходят хотя с другой стороны ходят пусть будут вот в таком виде здесь вот в их числе и 7 наездов на пешеходов чтобы эти цифры стали меньше в городе чтобы эти цифры стали меньше вот по-моему это нет это другой план да вот вот общий план кстати нормально пойдет стали меньше в городе устав специальные трехфазные светофоры как для пешеходов так и для транспорта три года назад ну в общем все дальше вы понимаете что видеоряд можно ставить как угодно сейчас займемся небольшой цветокоррекции исправлением вообще у нас есть комментарий закрыть рекламные щиты во всех клипах и поправить баланс белого если возможно займемся именно легкой коррекции оперативной на которую можно потратить там несколько минут но сюжет от этого будет только лучше давайте посмотрим на нашего журналиста говорит он хорошо за прошедший год на перекрестке чайковского азы но за ним засвечен кадр поэтому переходим во вкладку color смотрим что у нас здесь по сути здесь ничего не изменилось видим прибор это у нас называется в форм монитор на нем видно уровень черного уровень белого явно кадра засвеченный и хорошо бы немного придавить вот этот задний план чтобы он не был таким выжженным во первых во вкладке ноды делаем еще одну ноду чтобы не портить исходное видео сериал и поработаем немного с уровнем черного уровнем белого да вот немного снизим кстати вот она граница верхняя чуть-чуть придавливаем фон уже уже неплохо он уже не такой выжженный получается теней тоже добавим принципе нормально фон выглядит уже но у журналиста темное лицо что с этим можно сделать давайте осветливому лицо еще одну ноду добавляем теперь переходим в инструмент так называемый window и выбираем маску масок здесь довольно много можно вручную нарисовать я часто пользуюсь вот такими предустановленными это маска в которой мы будем корректировать лицо добавим яркости немного контраста может быть чуть-чуть баланса но обратите внимание лицо двигается если у маска оставим так то только эта часть кадра будет менять свои параметры то есть меняться картинка надо сделать трекинг трекинг делается довольно просто привязка маски к этому объекту вот это вот меню трекинг нажимаем play и наблюдаем за магией когда винчи у нас отслеживает объект в маске обратите внимание на анализ и на очень быструю скорость работы все после этого маска у нас уже привязана обратите внимание что она перемещается сама и меняется ее форма и мы можем внутри этой маски как раз поработать обратите внимание что лицо у нас становится гораздо лучше чтобы не переборщить конечно можно так можно еще поиграться немного температурой до добавить чуть-чуть оранжевого но особо тоже заморачиваться не надо вот что у нас получилось на первый взгляд ничего особенного давайте перейдем на нашу линейку я сделаю кадр побольше и посмотрим на разницу здесь есть кнопка отключения всех эффектов собственно вот так разница явно очевидно мы это сделали за минуту буквально может быть 2 максимум и посмотрим кадры дальше в этот список попали и другие пересечения дорог города это район и кольцевой развязки по улице театральна участвует напомню что можно перематывать проигрывать клипы быстрее в два раза в 4 в 16 если нажимать кнопку l jk l запомните кнопки эти для транспорта и работы с клипами дальше видео ряд у нас обычный ничего в нем такого нет страшного но он конечно синеват немного но править из-за легкой синевые смысла не вижу еще одно замечание необходимо было поправить этот кадры с рекламой перейдем во вкладку color посмотрим на наш клип кстати можно выбрать клипы даже вот здесь нас интересует как раз который содержит рекламу вот один и второй спрячем клипы чтобы они нам не мешали было побольше места добавляем еще одну ноду обязательно чтобы не портить начальную точку и смотрим здесь у нас реклама star lights что-то там цветы да вот это надо замазать как это сделать переходим опять же в виндоу и выбираем теперь перышко перышком мы можем нарисовать маску чтобы замазать все лишнее я думаю все подряд замазывать не надо ну вот вот эту часть выберем кстати говоря зум в окне можно делать колесиком мышки это вот один вариант если у вас нет колесика то можно нажать вот здесь это сто процентов кадр это fit значит все туда влезает как раз обратите внимание маска у нас видно вот здесь маленьком окошке и теперь переходим в openfx и выбираем любой эффект blur все в принципе больше ничего делать не надо возвращаемся сюда смотрим кадры 13 аварий в их числе 7 наездов на пешеходов на зритель поймет что там что-то замазано даже узнает это место даже знает что это за реклама но так вот у нас сейчас приходится работать новостях замазывает все подряд все лишнее стали меньше в городе и вот здесь задача чуть посложнее давайте перейдем сюда то же самое добавляем на дом делаем уже наверное несколько масок хотя пожалуй хватит и одной абсолютно также если вам нужна повышенная точность то мы нажимаем вращаем колесо мыши и также рисуем маску все маска закрылась теперь можно сделать еще одну маску вот сюда и вот сюда для этого мы добавляем маску вот здесь принципе это можно сделать все довольно быстро это и надо делать быстро потому что новостях все надо делать оперативно все достаточно все маски у нас сохранены вот в этой ноде применяем к ним blur да это все быстро оперативно тем не менее все проигрывается в реальном времени на достаточно среднем компьютере мы эти цифры стали меньше в городе установлены специальные трехфазные светофоры как для пешеходов так и для транспорта три года на в общем нормально здесь ничего править не надо дальше по сюжету все понятно что там будут синхроны будет еще видеоряд здесь рекламы мы никакой не видим с коррекции картинки не будем заморачиваться единственное сейчас покажу еще один интересный прием он связан опять же с color и с цветом микрофона да это еще одна возможности уделения в да винчи она называется квалифайр для просмотра этого инструмента мы выбираем он здесь квалифайр и нажимаем вот здесь highlight чтобы как раз понять какой цвет у нас выделился нажимаем плюсик и выбираем все красные цвета давайте выберем все красные здесь они у нас отображаются в нашем инструменте как раз посмотрим все ли мы выбрали да достаточно я думаю можно немного размыть можно немного добавить так скажем пушистости в общем сделать это помягче ну в общем то этого хватает всего все теперь переходим сюда смотрим на кадр давайте нажмем fit микрофон у нас двигается это не страшно потому что цвет у нас уже выбран смотрите в общем да был красный теперь идем в хьюи и меняем цвет на зеленый предположим почему бы и нет смотрим коры как для пешеходов так и для транспорта три года назад помню попал дтп на перекрестке как раз студенческое и гнатиское шоссе вот так вот можно быстро перекрашивать объекты если потратить еще одну минуту времени то можно сделать это очень качественно без вот этих вот границ цветных то есть полностью заменить цвет объекта но и все остальное в основном инструмент от используют для коррекции кожи но не только кожи в принципе всего что угодно что обрабатывают да винчи поэтому пользуйтесь еще одна важная функция когда необходимо закрыть лицо человека в кадре давайте уберем этот зеленый микрофон отключим наш квалифайр и сделаем ноду и теперь применим к человеку маску давайте пусть она будет квадратная квадратные маски у нас так вот трансформируются по точкам обратите внимание что белые точки это непосредственно форма маски и красные то размытие маски можно на него не обращать внимание перейдем наши фильтры это open fx и посмотрим где здесь мозаик blur смотрим опять же человек в кадре двигается поэтому неплохо бы его отстречить так скажем ставим курсор самое начало нажимаем play и у нас маска привязывается к объекту да действительно он двигает головой немного поэтому это будет весьма не лишний чтобы вручную не править это вот место положения маски раньше приходилось пользоваться точками делать это вручную сейчас все гораздо упростилась трекинг у нас закончился здесь можно настроить фильтр параметры маски больше или меньше квадратиков в принципе можно их даже размыть и превратить такой блор но если нам необходимыми на квадраты то ставим жесткие границы смотрим что у нас получилось на монтаже три года назад помнила попал дтп на перекрестках как раз студенческое игначеское шоссе весьма неплохо давайте посмотрим да вот без маски вот с маской если человек не хочет чтобы его видели в кадре но не против дать какой-то комментарий то почему бы и нет и давайте посмотрим еще один кадр какой-нибудь допустим у нас едет машина едет машина или даже пусть стоит машина возьмем кадр без звука до второе видео это у нас получается видеоряд и давайте закрасим номер на машине что тоже иногда полезно кадр у нас выбран скрываем клипы увеличиваем наш кадр средняя кнопка мыши колесико также делаем маску здесь можно сделать и побыстрее вручную да я не делал дополнительную ноду на думаю смысла в этом нет все смотрим на весь кадр в принципе здесь больше ничего не надо делать статичный кадр поэтому как бы особо смысла что-то анимировать и тречить нет здесь у нас торчит вышка сотовой связи если бы и не было принципе без разницы но кадром возможно был бы лучше давайте сейчас найду фильтр как он называется фильтра здесь достаточно много так что вы можете посмотреть на весь список попробовать применить большая часть будет работать сразу в виде результат некоторые необходимо настраивать либо необходим какой-то отдельные особенный материал называется это patch replacer фильтр и как раз если мы сделаем тут ректангал он работает по принципу инструмента штамп photoshop если вы видели этот инструмент то вот примерно так это все и действует давайте посмотрим как это выглядит на монтаже немного кривовато но в целом была вышка и и нет вышки да вот здесь надо бы поправить рамку конечно но в целом это пойдет и так рендер идет чуть-чуть замедлением уже как видите 26 кадров 50 47 вот здесь маска накладывается быстро 50 кадров в секунду полностью идет fps и здесь уже немного падает так можно убрать любой объект в кадре даже избавиться от этих вот проводов достаточно быстро если это необходимо но для новостей опять же это скорее всего избыточно дальше процесс вы уже видели в предыдущем ролике нажимаем начало конец переходим в деливер но до этого еще один момент интересный есть файлайт у нас кстати закладка для обработки звука и вторая дорожка это у нас как раз синхроны единство из-за частных до для того чтобы привести пиковые значения примерно на один уровень можно здесь использовать один инструмент компрессор которым я иногда пользуюсь своих роликах мы нажимаем компрессор и уровень у нас 50 100 из-за частных и обнативных аварий поэтому высоко не прыгает так скажем то есть все громкие звуки они ограничиваются 2020 года этот участок признали одним из аварийных больше про работу компрессора конечно почитайте в интернете я это объяснил очень очень примитивно но эта штука действительно помогает обрабатывать звук если особенно у нас разный когда-то громкий когда-то тихий помимо этого здесь есть еще эквалайзер и очень много различных эффектов которые тоже иногда можно применять в новостях монтаже в общем то ну допустим давайте посмотрим на анализатор спектра этот инструмент он звук не обрабатывает просто показывает что у нас происходит именно со звуком как он выглядит за прошедший год на перекрестке чайковского азейская произошло опять дтп это 400 и так далее и тому подобное в да винчи очень много инструментов deliver то вы уже видели посмотрим на всю линейку начала конец насколько я понимаю конец где-то в другом месте да вот у нас конец но если мы закончили видеоряд полностью то здесь стояли бы видеокадры в данном случае чего такого вот детский сад у нас уже было трендерин и теперь давайте перейдем сюда и нажмем несколько кнопочек назовем дороги обязательно выберем nvidia карту либо metal если у вас davinci resolve studio полная версия то вы можете рендерить при помощи видеокарты все это видео все в принципе больше здесь ничего не надо делать добавляем в очередь рендеринга нажмем render и смотрим как у нас обрабатывается видео наверху у нас как раз идет подсчет fps 200 кадров в секунду видео без коррекции совершенно безо всякой сейчас будет как раз кадр с микрофоном покрашенным посмотрим насколько упадет у нас частота кадров в секунду да не сильно в общем то 95 96 все очень быстро рендерится там где нет видеоряда естественно скорость будет еще выше потому что обработка идет только звука здесь тоже нет коррекции никакой и последний кусок давайте посмотрим 215 230 наверное 230 рекорд общий для этого компьютера все сюжет готов можно отправлять его в эфир скачать бесплатную полностью легальную версию davinci resolve можно на сайте black magic в разделе поддержка у нее есть несколько ограничений это разрешение до full hd и использование видеокарты не получится рендерить при помощи видеокарты так что если вам требуется полное разрешение насколько оно сейчас полное это 12к версия 7 бета и использование вашей видеокарты по технологии metal или куда то вам нужно купить davinci resolve studio это можно сделать у дилеров компании proland список их можно найти на сайте компании proland на сайте компании black magic посмотреть выбрать и купить тем более сейчас до сих пор идет акция до конца марта если вы покупаете версию davinci resolve studio именно на карте или на ключе usb донгли то получаете в подарок совершенно бесплатно клавиатуру davinci speed editor это очень хорошее предложение клавиатура потрясающая про нее есть ролик на канале proland tv так что посмотрите его и бегите в магазин заходите на сайт proland tv там много интересного всегда актуальные цены новинки оборудования также следите за нашими социальными сетями где тоже много полезной информации смотрите ролики на канале proland tv подписывайтесь ставьте лайки на сегодня это все спасибо за просмотр с вами был михаил кабзарь всем пока